Люблю за то, что это мой дом, это моя родина. Здесь родились мои предки, многие из них отдали жизнь за нашу свободу, за нашу волю. Здесь, в конце концов, родился я, это мой дом. Люблю за прекрасную природу, за богатую культуру и историю. Люблю за то, что наша страна достаточно самобытна. Люблю за то, что могу здесь жить без страха, без страха за свою жизнь, за жизнь моих близких, родственников и друзей. За то, что здесь абсолютно любой молодой человек или девушка могут проявить себя в абсолютно любой сфере, как и в спорте, так и в творчестве. Вот я, например, нашел свое место в клубе веселых и находчивых, здесь играют абсолютно замечательные ребята, где каждый может найти себе место, будь он хорошим вокалистом, хореографом, ну или просто шутником по жизни. В том числе можно упомянуть о нашей медицине, которая доступна для абсолютно любого гражданина, независимо от его материального состояния, ну и каких-то прочих факторов. С каждым годом открывается все больше и больше медицинских учреждений, то есть каждый из нас может получить помощь квалифицированных специалистов. Ну, также можно выделить Республиканский научно-практический центр радиационной медицины, который, ну не понаслышке знаю, знаменит не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Также я люблю Беларусь за наши спортивные достижения. Совсем недавно в прошлом году наши спортсмены великолепно проявили себя на зимней олимпиаде в городе Сочи, на первых европейских играх, которые проходили совсем недавно в городе Баку. Ну и также за тех спортсменов, которые защищают честь страны на других спортивных площадках. Помимо этого можно выделить такие имена, как Дарья Домрачева, Виктория Азаренко, которые знамениты, по сути, на весь мир. Ну и также стоит еще отметить, что в прошлом году наша страна принимала чемпионат мира по хоккею, где все мы гордились нашей хоккейной командой, ну а Беларусь всем показала свое гостеприимство. Ну, пожалуй, самым важным в истории Беларуси, я считаю, деятельность Франциска Скорыны, который, по сути, опередил свое время, совершил настоящий цивилизационный переворот, развивая в Беларуси книгопечатание, медицину, астрономию и другие науки. Недаром честь его названа одна из самых высоких наград нашей страны, орден и медаль. И его имя носят многие учебные заведения, в частности, которые я окончил в этом году. Важно знать, что и по сей день в Падуанском университете среди имен самых выдающихся выпускников этого заведения находится вывеска с именем Франциска Скорыны, чем может гордиться каждый беларус.